Воу, 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 вы это видите? Наконец-то, наконец-то он у меня! И нет, я говорю не про этого попугая, который только что улетел, а про новенький, недавно вышедший игровой смартфон Razer Phone 2. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Что мы с вами знаем про Razer Phone? Во-первых, это уже вторая версия игрового смартфона от компании Razer. Да-да, той самой, которая выпускает игровые мышки, коврики, клавиатуры и прочую периферию для компьютера и консолей. Так вот, в прошлом году они решили выпустить Razer Phone, а в этом году выпустили Razer Phone 2. Заметьте, флагманский и игровой. Я считаю, что прошлая модель смартфона не завоевала популярность тупо, потому что год назад не было таких прям уж требовательных игр для смартфона. Сейчас же, да, смотрите, PUBG мобильную версию выпустили, Fortnite наконец-то вышел мобильно на Android и куча еще есть других требовательных игр. Я думаю, что сейчас, сейчас эта штучка будет, будет востребована. Пока что мы отложим его в сторонку, посмотрим, что еще ждет нас в коробке. Смартфон стоит порядка 900 евро и за эти деньги мы с вами получаем, смотрите, воу. Ну, Razer, как всегда, в плане упаковки эти ребята просто короли. И я считаю, что это очень важно. Смотрите, казалось бы, у нас здесь обычный зарядный кабель, обычный блок питания, обычное что-то еще. И это что-то, очевидно, переходник с Type-C на мини-джек. Соответственно, в смартфоне, в смартфоне мини-джека нет. Ну, а также блок питания на 3 А, между прочим. Ну, а также стильный и плетеный зарядный кабель USB Type-C. Вот такой, ну, типа метр. Все, в коробке у нас больше ничего нету, но, тем не менее, упаковка выглядит стильно, круто. По ощущениям, то же самое, когда распаковываешь крутую мышку, только вместо мышки это смартфон. Что у нас находится в документации, мне даже прям интересно. Во-первых, это наклеечки хрома. А если Razer кладет наклеечку хрома, это значит, это значит, это значит то, что здесь есть подсветка. Пока еще не совсем понятно, где здесь именно подсветка, но откроем смартфон и посмотрим. Дальше, что у нас еще есть? Все, что ли? Короче, к смартфону нет никакой инструкции. Все, что здесь есть, это вот такой вкладыш, которым показывается, как устанавливается сим-карта. И вот такая специальная иголочка, очень стильная. Прямо на ней, смотрите, написано Razer. И это очень, это очень стильная иголочка. Ну, а теперь переходим к самому смартфону. Открываем его вот так. И сразу могу сказать по дизайну то, что да, этот смартфон не совсем следует тенденциям. Во-первых, потому что спереди он не безрамочный, но при этом сверху нету моноброви. Но зато вместо этого расположились снизу и сверху два довольно больших стереодинамика. Это, как минимум, должно означать то, что просмотры видео на таком смартфоне должны быть очень крутые. При том, что здесь экран 2560 на 1440 пикселей, 5,7 вроде бы дюйма. Честно говоря, мне нравится, когда спереди есть стереодинамики, потому что, ну, знаете, надоело. Надоело вот это, когда у тебя динамик снизу и вот этот из громкоговорителя спереди. Ну, то есть смотреть видео на ютубе некомфортно. Играть в игры тоже не круто, когда у тебя стерео, оно прям в лицо тебе бьет. Вот это прикольно. Но это не самое главное. Самое главное это его частота обновления. 120 герц, черт возьми. Ну, а как могло быть иначе? Ведь это же игровой смартфон. Игровой смартфон, значит, экран 120 герц. Во. Сзади стенка из стекла выглядит очень стильно. Здесь есть логотип компании. Также мы видим двойную камеру с довольно нестандартным расположением. Как это будет работать, посмотрим в следующий раз. Сейчас давайте его включим. Самое интересное, что для этого не предусмотрена отдельная кнопка. То есть вот тут снизу у нас есть USB TXC для зарядки. Сбоку у нас есть две кнопки для изменения громкости, лоток для сим-карты. Ну, а справа у нас расположилась специальная сенсорная клавиша. То есть физически для включения смартфона кнопки нет. В инструкции, точнее вот в таком кратком руководстве написано, что нужно просто подержать ее 3 секунды. Точнее нет, она нажимается. Она нажимается, но при этом это еще и сканер отпечатка пальца. Нас встречает красивая анимация включения. Ну и дальше нас ждут всякие настроечки. Воу, 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 воу. Вы это видите? Охренеть. Я только что посмотрел на камерный монитор и... Логотип. Логотип, черт возьми, светится. Вот оно. Вот оно, где хрома. Ну просто посмотрите на это и скажите, что это не прекрасно. Только попробуйте сказать, что это не прекрасно. Это даже не то, что прекрасно, это просто божественно. Боковая кнопка под большим правым пальцем, это не только кнопка включения, но еще и сканер отпечатка пальца, который нам сейчас предлагают добавить. Давайте посмотрим, как происходит сканирование. На случай, если вдруг с нашим пальцем что-то случится, нужно сначала добавить графический ключ. У меня он обычно вот такой самый простой. Ну а дальше начинается интересный момент. Сканер находится не на привычном нам месте, не снизу под экраном, не вот здесь под камерой, а просто сбоку под большим пальцем. Я вот так его прикладываю. И вуаля, смотрите, идет сканирование. Я не уверен, что этот сканер будет эффективным, потому что площадь касания прям ну очень маленькая, то есть толщину смартфона даже меньше. Но тем не менее, смотрите, вот еще пару раз и типа все. Отпечаток добавлен. Окей, Google. Сразу настроили с вами Google Ассистента. С помощью которого, кстати, можно и разблокировать смартфон. Для этого нужно просто сказать «Окей, Google». Честно говоря, такой функцией ни разу не пользовался. Давайте хотя бы посмотрим, как это работает. Вот у нас есть смартфон. Я его разблокирую пальцем без отпечатка и говорю «Окей, Google». И он разблокируется реально. Голосом. Удивительно. А теперь давайте посмотрим, как работает этот сканер пальца. Вот у нас смартфон заблокирован. Я держу его в довольно удобном положении. Просто подошу вот так палец, нажимаю на кнопку и вуаля. Слушайте, а это реально удобно. То есть нам не нужно пальцем тянуться вниз экрана. Нам не нужно тянуться где-то здесь. Искать сканер. У нас вот палец на удобном месте. Мы просто его прикладываем и вуаля. Все. Смартфон разблокируется. Это прикольно. Что касательно камеры, как фронтальной, так и двойной, задней. И также остальных характеристик по железу. Мы об этом поговорим в следующий раз в более подробном обзоре. У нас сегодня только анбоксинг. Первое впечатление. И самое главное, друзья, это подсветочка. А что она не горит-то? Эй, подсветка. Для настройки подсветки есть специальное приложение Хрома. И в нем можно выбрать различные варианты подсветки на различные уведомления, нотификации или, допустим, на уровень заряда аккумулятора. К примеру, если у нас там средний или низкий заряд аккумулятора, можно выбрать, чтобы логотип у нас светился, ну, допустим, красный. Ну, потому что красный это логично. Когда батарея почти разряжена, она, как правило, в красном цвете. Ну, а также, помимо цвета, можно выбрать и анимацию, чтобы он у нас пульсировал, чтобы у нас была статическая подсветка. Допустим, вот, мы сделали ее зеленой. Или, допустим, переключили ее на синюю. И хоп, у нас, смотрите, логотип стал синим. Ну, или, к примеру, можно сделать, чтобы у нас был спектр цветов. Очень долго можно спорить о форме этого смартфона. Мол, он квадратный. Почему вы не закруглили углы? Неужели это было так сложно? Плюс, мне вот только что сказал оператор, что он неудобен тем, что такой смартфон неудобно будет носить в кармане. Давайте сразу проверим. Потому что он квадратный и такой здоровый. Вот я его засовываю в карман. Вот я такой хожу там. Ну, в принципе, знаете, особо, особо дискомфорта никакого нет. Но, опять же, наверное, если носить такой смартфон в узких джинсах, то углы острые могут джинсы-то, наверное, и протереть. Но тут вопрос тогда уже скорее не к форме смартфона, а к вашей ориентации, что ли. Нахрена носить узкие джинсы? Это же неудобно. Подожди, а если узкие джинсы носит девушка? То есть ты серьезно думаешь, что игровой смартфон будет покупать себе девушка? На Маури. Касательно экрана, я вам уже говорил, это 2560 на 1400 точек. Но тут главное сейчас даже не качество экрана, а два стереодинамика, которые находятся у нас спереди. Качество звука и то, насколько удобно будет смотреть фильмы. Во-первых, возвращаемся к квадратной составляющей смартфона и замечаем то, что его спокойно, вот так, можно поставить на любую поверхность без подставки. Что вертикально, что горизонтально. Вот. И спокойно расслабиться, можно включить ютубчик, смотреть сериальчики, смотреть любимые выпуски Юлика или что-нибудь тому подобное. Но какое здесь качество звука? iPhone XS Max и Razer Phone 2. У обоих смартфонов сейчас звук выкручен на полную. Давайте послушаем, как они звучат. Для начала послушаем Razer Phone с стереодинамиками, которые направлены вам прямо в лицо. Слушайте. Честно говоря, я очень давно уже не встречал смартфонов, у которых динамики сверху и снизу направлены в лицо. Но, по-моему... Послушайте. По-моему, это просто охренительно. Очень громко, очень насыщенно. И стерео. Это реальное стерео. Теперь давайте то же самое послушаем на айфоне. Так, давайте объективно слушаем. Это Razer Phone 2. А вот это iPhone XS Max. Еще раз. Razer Phone 2. iPhone XS Max. Мне одному кажется, или у Razer более насыщенный звук? Полноценное стерео, которое фигачит ее прямо в лицо. Да и черт возьми, он даже звучит более чище. Слушайте. И еще раз iPhone. У iPhone какой-то такой более глуховатый звук. Но и все-таки из-за того, что один динамик вбок направлен, другой куда-то влево, непонятно. Нет, качество звука у iPhone хорошее. Никто не спорит, смотреть на него видео это прикольно. Но на этом смартфоне смотреть видео, фильмы или играть в какие-то игры это просто бесподобно. Да к черту эту моду на безрамочность, если можно сверху и снизу воткнуть динамики. Это круто. Вот это реально круто. Очень интересно будет проверить все это дело в играх. Также протестировать специальный игровой режим, который есть в Razer Phone. И все остальные фичи, которые касаются железа, заряда аккумулятора, его камеру. Все это будет в следующий раз. Сегодня же у нас был только анбоксинг на новинку от Razer. Razer Phone 2. Самый крутой и, наверное, самый топовый. Не то, чтобы их, конечно, было много, было бы с чем сравнивать. Но все-таки самый крутой игровой смартфон. Ну и самое главное, конечно же, что он с подсветочкой. Какой же игровой смартфон был бы без подсветочки, но... Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это действительно так, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные обзоры. А также оставлять ваши комментарии и ставить лайки. У меня же на этом все. Меня зовут Тимур. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!